всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала вот сегодня у меня будет обзор про мой очередной рыболовный шнур который я решил попробовать ну и соответственно как бы расскажу такую вот маленькую предысторию ходил я уже два года в один магазин да то есть покупал как бы рыболовные товары эту история уже двухлетней давности мне два года сподряд хозяин этого магазина постоянно предлагал купить вот такой вот шнур горишь что-то вообще классный шнур что он вообще хороший как бы ну цена два года назад его действительно была невысока по отношению к другим как бы до цена то есть он можно так было сказать что относился бы даже как бы бюджетным шнуром два года назад вот я сейчас покажу упаковочку видно что бренд этот позиционируется под названием sensa вот классифицируется он по диаметру по японской классификации видите 01 но может быть не по японской точно не могу сказать ну то есть вот по этой узкоглазой классификации это получается если его перевести на русский диаметр это получается но 0,165 получается вот 165 тысячных ну грубо говоря если округлить либо 0,16 либо 0,17 то есть 0,16 с половиной вот так вот 0,165 вот разрывная нагрузка его то есть 6 килограмм 800 грамм но если это перевести в либрах это будет у нас 14 либров но тут в принципе все указано вот такая вот нехитрая упаковка этого шнура да вот что мы увидим что из классификации написанных что шнуру наш пешный вот написано что он 100 метров вот здесь написано что-то майдан япон или джапан как правильно сказать имя вот он все такие как бы акцизу видите наклеенную вот знаю как тут хорошо будет в камеру видно вот такая вот акцизная марка не знаю японская это или китайская упаковки она то есть видно что продукт как бы сделан там относительно качественно так вот сенса тут заклеена ну как бы вот тут написано ту ли на китайском ту ли на японском не могу вам точно сказать вот почему я говорю такие слова китайские или японские потому что я прежде чем купить этот шнур начал искать его в интернете в интернете ничего толкового я не нашел нашел еще тоже флюрокарбоновая леска сенса во владивостоке тоже похоже упаковка сенса флюрокарбон но вот здесь и было написано маде и нитали то есть итальянская и потом я долго долго искал и все дороги меня привели к алиэкспресс китайскому скажем так платформе для продажи рыболовных товаров но цена его там тоже как бы не дешевая но вот именно в такой упаковке я на алиэкспресс не нашел но по крайней мере бренд сенса там фигурирует и стоит он относительно как бы дорого вот и все таки я решился попробовать купить такой шнур цена этого шнура на сегодняшний день у нас в магазине в хабаровске 28 долларов не он со скидкой достался за 24 доллара то есть видим что цена в долларах увеличиваться относительно но получается так как у нас получается рубль начинает расти относительно к доллару то есть у нас экономика стабилизируется доллар начинает падать соответственно долларовая цена его грубо говоря начинает расти в принципе это как бы нормальная экономика идет и раньше точную был бюджетный по крайней мере хозяин этого магазина продавал его за смешные деньги ну как видимо что в процессе народ стал его покупать он стал его продвигать этот бренд на начал пользоваться спросом и соответственно цена у него как бы полезла вверх но это нормальное явление для всех этих бизнесменов как бы спрос рождает предложения все хотят навариться но все-таки я купил этот шнур и вот решил его затестить давать его распакуем посмотрим что он из себя представляет такая упаковка шнур у нас белого цвета я бы сказал даже что он если так на свет посмотреть он даже как бы чуть-чуть полупрозрачный какой-то такой имеет но здесь мы на маркировке и не видим чтобы где-то было указано что это шнур восьми жильного плетения но я проверил начал расплетать кончик да что есть убедиться что действительно по факту это так шну шнур оказался восьми жилка то есть это восьми жильное плетение хотя здесь на маркировках не на коробке не на шпуле нигде никаких я не обнаружу что это восьми жилка оказалась восьми жилка пешная шнур просто очень сильно скользкий я таких шнуров честно сказать в жизни видел таких идеально скользких это вот экса у меня есть такой шнур очень очень дорогой японский шнур у меня на моем канале есть тест по нему выложены поэксе вот это что то такое прям из ряда вон выходящие очень очень скользкая нитка такая я бы не сказал что прям супер мягкая но очень мягкая видите как бы она получается полупрозрачный мягкий безумно скользкий пешный шнурок очень скользкий нот как и все восьми жильные шнуры мы все знаем что они не круглые они либо прямоугольная либо квадратная что в принципе это подтверждает если покрутить вот он видите на гранях идет рывками шнур у нас не круглого сечения как и все машины жильные шнуры но вот что могу по нему сказать по результату тестов диаметре в 0 165 заявленный по факту оказался 0 22 ну в принципе меня уже ничего не удивляет сколько я в жизни перепробовал шнуров ни один шнур как бы не отвечает своим заявленным требованиям не по диаметру не по разрывной нагрузки так что завышенный диаметр это норма для всех производителей но я бы не сказал что ну это прям такое групп грубое нарушение то есть от заявленного 0 165 до 0 22 принципе это такое среднее явление вполне сносно вот на раза вот с разрывной нагрузкой получилось очень интересно с этим шнуром то есть получается взял я какой-то отрезок два метра до для теста его на разрывную нагрузку и сегодня я разрывную нагрузку то есть только на безло на безузловой застежки то есть на охота было заморачиваться подбирать оптимальное узлы я просто решил сделать на безузловой застежки ну и примерно так можно сориентироваться сколько это было бы на узле грубо говоря и и тест его на безузловой застежки первые два раза пока участок был как бы не не растянут да это получилось 7 килограмм 600 грамм на безузловой застежки как бы показатели для такого шнура для пешного 0 22 7 килограмм 600 грамм это очень даже неплохо я бы сказал вообще неплохо то есть такие показатели для пешных шнуров это одни как бы сказать из лидирующих но моя радость была недолгой это были только первые два самых самых первых два теста он показал всем килограмм 600 грамм и дальше эти показатели скатились грубо говоря на килограмм дальше это было 6 килограмм 700 6 килограмм там 606 килограмм 800 то есть в среднем 6 килограмм 700 то есть грубо говоря на килограмм практически показатели упали я сначала не понял что такое происходит взял отрезал свежий участок новый как бы сказать шнура попробовал тоже первые два показатели в ориентировочно показали 7 килограмм 600 грамм что мы видим что это как бы превышает его заявленные показатели но потом 3 4 5 7 и так далее ну как бы рывки показали что опять скатываться до 6 килограмм 700 грамм что в принципе все равно отвечает заявленным требованиям я потом взял эти использованные участки шнуры шнура как бы который я то есть не пригляделся то есть дальше шнур начал пушиться хотя его ни разу не бросали ничего то есть на растяжение по его волокну появилось что внутри его рвутся волокна и они вот начинают как бы вылазить из его ткани то есть пока участок ни разу не порванный он держит как бы очень хорошие показатели да а потом он начинает после первых двух растяжений начинают внутри рваться волокна и начинают чуть-чуть как бы подпушиваться вылазить соответственно он теряет почти килограмм разрывной нагрузки вот такого явления эффекта я еще никогда в жизни не встречал ни на каком шнуре меня это как бы вообще очень сильно поразило почему так происходит но даже если даже и смотреть его нагрузку уже чуть-чуть распушенного до использована скажем так то 6 килограмм 700 грамм это все равно очень близко к его заявленным характеристикам и для такого пешного шнура с таким диаметром показатели все равно неплохие скажем так ну вот и если так его сравнить по скользкости по структуре шнура то бы я его ну и по разрывной нагрузки мог бы отнести вот в ряд например с такими шнурами как варилась вот очень хорошая структура по моему он еще даже скользит лучше чем варилась практически те же самые диаметры разрывные нагрузки либо можно его сравнить вот со шнуром black hole что-то такое очень похожее ну и цена конечно его намного дешевле чем я показывал фирму варилась и black hole как он будет себя навести на воде я не могу сказать то есть потому что вот это вот растяжение его как бы сказать рвутся волокна на растяжении как это дальше будет сказываться на его прочность и износно стойкость я не могу сказать очень хочу его попробовать покидать посмотреть как это будет на практике с этим шнуром но в любом случае для его диаметра такие показатели для пешнура относительно неплохие как будет себя вести дальше я не знаю по крайней мере пока нету практического теста но предварительно как бы такие физические теста я вам рассказал ничего не могу вам сказать или рекомендовать что это хороший шнур или плохой шнур я пока опасаюсь но пока физические показатели относительно неплохие даже очень относительно очень дорогих брендов но то что рвутся волокна при растяжении это конечно меня смутило вот ну вот кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на канал до свидания до новых встреч